Я всегда прихожу с настроением, даже не настроением, с чувством, что узнаю что-то новое. Поэтому стараюсь не пропускать ни одной вечеринки. Здесь я нахожусь первый раз, с большим удивлением рассматриваю все, что здесь вокруг находится. Я выпила пару бокальчиков вина и много узнала о, например, преобразовании тепловой энергии в электрическую, что это малахит, это лазурит и амитеорит. Я много узнала. Мое настроение, оно пока еще рабочее, поэтому я прям с корабля на бал. Поэтому нужно немножко мне сейчас переключиться. Что я знаю про стейки? Стейки это просто мясо для меня, которое едят. Этого дня ждали долго, потому что СПКБ это всегда масса впечатлений, эмоций гастрономических и интересных. Поэтому, конечно же, всегда ждем, всегда рады приглашению. Про стейк я ничего не знаю. Знаю, что это сугубо мужское дело. Поэтому все доверим сегодня мужчинам и получим, я думаю, удовольствие. Первый раз буду кушать стейк в своей жизни, поэтому тоже жду новых ощущений, потому что ни разу до этого не пробовал. В межмясное вот это вот пространство закладывается еще и жирочек, из-за которого получается мясо при жарке. Вот этот жир топится, и мясо получается максимально сочное. Ни одна порода коров не будет такой сочной, как блэк ангус. Начиная с пятого по двенадцатый позвонок это рибай. Это самая незадействованная мышца, которая есть у быка. Ну, не считая вырезки, которые вообще там, грубо говоря, полтора килограмма. То есть, вот, да, или утелочки. Повар хороший, заводит коллектив правильно. Поэтому больше мяса, а еще лучше было бы, если пиво, было бы все хорошо. Как правильно готовить стейки? Перед тем, как их обжаривать, нужно, чтобы они полежали минут 15-20, ну, 30, если очень толстый стейк. Минут при комнатной температуре, чтобы восстановился баланс внешней части и внутренней части стейка. Для чего это нужно? Для того, чтобы при обжарке волокна снаружи и внутри пропекались равномерно, одновременно. При жарке стейка мы в масляной корочке, вот в этой, кладем на сковородку, и оно должно запечься, чтобы все клапаны и вот эти вот капилляры запеклись, кровь и сукроется, и жирок не выходили наружу. Делаем это с двух сторон, и в процессе жарки уже выбираем температуру. Если мы выбрали какой-то там медиум, то, грубо говоря, там 2-3-4 минуты, в зависимости, опять же, от стейка, мы обжариваем это все дело и потом просто укладываем на тарелку, чтобы оно отдохнуло. За счет собственной температуры, из-за того, что мясо очень сочное и нежное, вот этот жирочек, он тает, внутри создается свой микроклимат, который доготавливает стейк. То есть, грубо говоря, мы даем ему отдохнуть 2-3 минутки, и он доходит до нужной нам консистенции, нужной нам прожарки. Соответственно, после этого мы его нарезаем, соль, перчик, и, пожалуйста, приятного аппетита! Стейки вкуснейшие, компания отличная. Что еще нужно для отличного пятничного вечера? Идеальное сочетание! Замечательная дружеская атмосфера! Хочется так проводить каждую пятницу! Я в этой компании первый раз, мне все очень понравилось, все супер, повара вообще сделали все на ура. Мясо сочное, изумительное, ароматное, сам посмотрел, сходил на кухню, как готовят, просто шикарно! Прекрасное мясо, прекрасная атмосфера, очень милые люди с юмором. Ну, во всяком случае, я себя чувствую здесь комфортно. Очень вкусно, очень красиво, очень уютно, сочно. И так вот, по-нашему. Только в нашем королевстве может быть так комфортно. Приходите на СПКБ.